Не так давно белорусские и российские военные решили отработать на практике боевые маневры, чтобы проверить готовность сил союзного государства реагировать на неожиданные нападения. Проверка проходила на Брестском полигоне, который называют Сахара. Получилось сложное тактическое занятие различных родов войск, в том числе боевой авиации. Зрелищным моментом практического эпизода действующих войск стала танковая карусель в исполнении танкистов Восточного военного округа России. Такой способ атаки приводит к тому, что противник постоянно обстреливается танками. При этом одна из боевых машин ведет огонь по противнику с одной позиции беглым огнем, а вторая находится в зоне наблюдения и ведет разведку для выявления новых целей. В то же время третий танк ждет и готов к дальнейшим действиям. В дальнейшем экипажи вертолетов Ми-24, известных в народе как Крокодил, атаковали противника. Окончательный разгром террористов, пытавшихся захватить населенный пункт, произошел после наступления танков Т-72Б вместе с БМП-2 на фронте. Министр обороны Беларуси опубликовал кадры с учений, на которых видно, как войска сбрасываются с парашютом на землю. Истребители в небе, солдаты спешиваются с вертолета с оружием, а танки ведут огонь и маневрируют. Шойгу, близкий соратник президента Владимира Путина, был запечатлен вместе с министром обороны Беларуси и другими военными на военном объекте в Бресте на западе Беларуси. Масштабы развертывания учений указывали на зарождающийся союз между бывшими советскими соседями, который ускорился после того, как Москва помогла белорусскому лидеру Александру Лукашенко пережить массовые антиправительственные протесты в 2020 году. Перед началом учения Шойгу встретился с Лукашенко и сообщил, что в этом году Москва и Минск проведут в общей сложности 20 совместных военных учений, повторяя официальную линию России о том, что ответственность за напряженность в Европе несет Запад, а не Москва. Шойгу заявил, что Москва будет готова помочь Минску противостоять деструктивной линии Запада. Кроме того, Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины, чтобы выразить протест против того, что Минск назвал полетом военного беспилотника, который пересек его границу 24 января для шпионажа за военным учебным центром. Представитель Министерства иностранных дел Украины назвал этот шаг провокацией и заявил, что Украина не использовала дроны. Россия не раскрывала численность военнослужащих и количество военной техники, которую она отправляет в Беларусь. Страна с населением в 9,5 миллионов человек граничит на Западе с членами НАТО Польши, Литвой и Латвии, а Украина находится к югу от нее. Беларусь заявляет, что учения необходимы в связи с наращиванием военного присутствия в Украине, Польше и странах Балтии. Редактор субтитров А.Семкин